Всегда приятно собираться. 24КГ это ведущее информационное агентство, которое достаточно объективно и независимо освещает ключевые политические проблемы в Кыргызстане. Я надеюсь, что сегодня мы поддержим тренд 24КГ и также независимо и объективно проанализируем. Наверное, главную тему последних лет это борьба с коррупцией. Как известно, буквально начав свою трудовую деятельность, президент Саранбай Женбеков обозначил одно из главных направлений своей работы это именно противодействие коррупции. Мы все помним, как 8 февраля 2018 года состоялся Совет Безопасности, где глава государства определил основные направления и при этом подвергнул достаточно резкой критике. Я такого, честно говоря, занимаюсь политической журналистикой, экспертной деятельностью не помню. Резкой критикой органы, которые отвечают за противодействие коррупции. И я думаю, что здесь не только была точка зрения главы государства, это был общественный запрос. И вот многие сидящие здесь, уважаемые эксперты, много раз отмечали и отмечают, и продолжают говорить, сделали, наверное, это своим тоже своеобразным бэграундом, то, что сегодня в критикском обществе существует высочайший запрос на скорые дни. Потому что все-таки страна у нас, хотя обладает хорошими ресурсами, и человеческими, и природными, но именно коррупция, наверное, это один из тех основных тормозов, который заставляет иметь имидж бедной страны. Коррупция – это главная причина того, что, ну, наверное, можно говорить, миллион наших граждан вынужден искать работу за рубежом. Потому что у нас, конечно, щедро раздаются обещания о рабочих местах, особенно во время выборов, но этого нет. И сейчас мы видим, что коррупция становится, наверное, основным мотиватором и политической борьбы. Тем более мы живем как бы предстоящими парламентскими выборами. Естественно, в то время, когда будет объявлена предвыборная кампания, это, скорее всего, уже ее завершение официальное. А вот, в общем-то, сейчас мы видим, что предвыборная кампания очень сильно развивается. Как бы зеркалом всего этих процессов является медиасфера, является Фейсбук. И буквально сегодня с утра я, зайдя перед тем, как отправиться на круглый стол, на свою страницу на Фейсбуке, вновь увидел жаркие баталии, жаркие темы, обсуждения насчет того, кто виновен в коррупции, называется у персонали. И поэтому я думаю, что коррупция, в общем-то, сегодня стала элементом информационной войны. А поскольку она стала элементом информационной войны, есть такое высказывание, на информационной войне первый убивает правду. Поэтому сегодня идет оперирование зачастую не коррупционными фактами, а идет оперирование именно заказными постами, заказными материалами. И я думаю, что сегодня в ходе нашей экспертной дискуссии мы постараемся как бы разграничить вот эти вещи, да, и, возможно, это как бы будет полезно и для журналистов, понять все-таки, в чем у нас основные системные проблемы коррупции, и кому сегодня выгодно, скажем так, делать, ну, кошмарить, да, определенных, может быть, людей, что именно вот они главная причина коррупции, и с их уходом у нас, мы проснемся в совершенно новой стране, при этом система-то сама, она как была, такая останется, надо четко понимать. И я думаю, что вот это основные тренды, которые мы сегодня будем обсуждать. По работе круглого стола. Значит, у нас, мы договорились на нашем экспертном уровне, что будут у нас доклады, будет основной доклад делать ведущий, ну, наверное, главный эксперт по госуправлению в Кыргызстане, Шарадин Партыголов, и свою точку зрения выразит один из идеологов, инициаторов нашего сегодняшнего мероприятия, человек с активной гражданской позиции Марат Казахвай, вы тоже все прекрасно знаете, а потом мы, наверное, будем уже двигаться по, так сказать, по вопросам, которые будут возникать, и по тем точкам зрения, которые мы будем озвучивать. Я сразу хочу сказать, что докладчики у нас имеют небольшую форму, то есть они могут сказать немного больше, а дальше мы уже будем исходить из того времени, которое нам обратно на сегодняшнее мероприятие. Пожалуйста, ради вам слова, вы открываете. Спасибо большое. А той ситуации, которая складывается вокруг наиболее известных гражданах Кыргызстской Республики, по этому поводу уже высказались политики, разные политики будут высказываться, есть мнения и гражданских активистов в озвученных сетях, и даже наши коллеги, журналисты, как мы прекрасно знаем, собираются провести журналистское расследование, журналистского расследования, которое было проведено по журналистскому расследованию, которое будет показать факты. И поэтому, да, наша встреча действительно сегодня такая экспертная. Мы здесь как бы собрались посмотреть уже с нашей профессиональной точки зрения на те факты обстоятельства, которые сегодня складываются. И, соответственно, да, действительно, то стремительное развитие событий вокруг персоны Райдёка Матраимова нас все-таки заставляет задуматься о подоплеке событий, происходящих в Кыргызстане. Я напомню, что, помните, вот есть такая хорошая мудрая восточная поговорка, да, глупая беседа, когда обсуждают людей, умная беседа, когда обсуждают события, и мудрая беседа, когда обсуждают идеи. Поэтому я предлагаю все-таки посмотреть именно на события и на идеи, которые у нас сейчас возникают и подвигаются в стране. Мы прекрасно с вами понимаем, что из наработок и западных, и постсоветских, российских политиков, политтехнологов есть такая формула, да, самый короткий путь власти лежит через политический кризис. Самый быстрый метод создания политического кризиса – расшатать, в кавычках, общественно-политическую ситуацию. Самый действенный способ для этого – это объединить власть во всех грехах и вызвать раскол в махну, чтобы люди подозревают друг друга. Что для этого делать и нужно делать? Ну, опять-таки, напомню, я думаю, коллеги знают, для общества напомню, что для этого необходимо разделять людей. Пусть это был народ, группа людей. Нужно расставить нужные акценты, приоритеты, обсуждения над частными и заставить думать человеку, что его личное мнение важнее неумение других людей и интересов страны. Вот в западной практике, в демократических странах и так далее, развитых, которые мы можем перечислять по нашей собственной классификации, это рассматривают как путь конфронтации, а не диалог. И такие подходы не приветствуются. Вот у нас, как раз таки, по рассуждениям мы отвечаем, что идет процесс нагнетания такой конфронтации. И вот главным единственным решением этой конфронтации стало, как и с вами, в Матраиле. Можно по-разному к нему относиться, и к его персоналу, по-разному относиться к дела этого человека, но, когда бьют, опять-таки, в кавычках, по Матраиле, то, на самом деле, ценят, куда? В нынешнем, в процессе Хранистана. Более того, целенаправленно бьется клин между северными и южными. Помните, да, все выступления, которые идут, всегда говорят, это было во времена Бакия, все южные такие и так далее. На мой взгляд, это недопустимо. Более того, если мы смотрим, те сбросы, которые идут информационные, получается так, что бьется клин уже внутри. Напомню, помните, вот публиковалось, что компромат, якобы, который был передан журналисту Алету Автоконову, на самом деле передали представителям другого южного плана. То есть, видите, мы просто, когда фиксируем эти события, мы можем фиксировать события, но когда мы съедим последствия, мы увидим, что сеются в разном между нами, разные места. И на мой взгляд, это неприемлемый подход. Если мы посмотрим по тем документам, на них уже первый раз, по-моему, отреагировали на сайте Араваш Тичи, когда называли fake news. Тоже стало любопытно, стал смотреть. Потом были, помните, прямой эфир на Пятом канале, с участием журналиста Алика Автоконового и депутата Эскинлера Макрельного. И, соответственно, я хотел бы остановиться на двух фактах. Первый, хоть и документы, которые появились, давайте называть вещи своими именами. Рыск редакции Азаты – это же американские суммы, правда? То есть, когда США финансируют, бюджет оттуда идет, будет регистрирован в Казахстане. Опубликованные бумаги относятся к периодам 2011-2017 годов, то есть, охватывающий период прибавлен на посту главного чехиста страны уже в отделе Сегизбай. В 2014-2018 годах. Первая проверка законности перевода таких денег она проводилась в 2014 году. И далее, если мы смотрим, опять-таки, те разъяснения, которые дают, та терминология, которая используется, как говорят же, вывод денег. То есть, вывод – это ставится знак равноправия подраздела, что деньги украли и их страну вывозят. Но, вот смотрите, по этим деньгам, по заявлению самого журналиста, максимум у него платежки на 200 миллионов долларов. Из них только, вот он говорит о том, что это поступило, отношение имеет непосредственно к фондам СМЭЛА, 2 миллиона долларов заявлено. К этому мы еще и вернемся. Но Национальный банк уже заявил о том, что у Кыргызстана есть обязательства в рамках противодействия отмыванию беззаконной линии. И когда клиент, любой клиент обращается к банку для перевода суммы в любой сумме, то банк по взятым обязательствам, зная своему клиенту, ни одну транзакцию без подтверждающих документов не проведет. То есть, должны быть договора, пункт назначения, получатель и так далее. Если международная транзакция прошла, значит, она прошла все проверки банки-отправители. И более того, она прошла такие же проверки банки-получатели. Если у банка есть вопросы, есть комплайнс-официант, который предстоит определенную степень и риск, и направляет всем разведкой. У нас здесь, по-моему, как раз коллеги с надпадкой сидят, мне кажется, они более подробно расскажут. И феноразведка, соответственно, выясняет, была ли попытка воровства денег или нет. Вот в данном случае, опять-таки, феноразведка второй раз уже проверяла, и первый раз, таком, в 2014 году пройдет подробно. И вот в 2019 году уже по этим заявлениям, опять-таки, сказать, что таких денег нет. И здесь что хотел забрать внимание? Говорит Александр Жаня Харашуна во время... Я специально пересматривал повторы еще на кыргызском языке. Когда депутат Макарамин задает вопрос, 700 миллионов принадлежал сюда? Он говорит, нет. У него нет доказательной базы. Да-да. И более того, там же есть подтверждающие документы, и феноразведка тоже подтверждена, что фактически сумма 200 тысяч долларов, причем не выведена из Тадистана, а переведена в Кыргызстан из Турции. То есть, видите, это те события, которые разворачиваются, они как раз-таки говорят о том, что есть такой интересный нюанс. Я заглядывал на сайт Азербайджан, проверял, там есть принцип, есть точность, непредвзятость, не должны высказывать свои мнения и суждения, но есть исключения. Там написано, комментарий журналист может дать, я здесь цитирую, сайт Азербайджан, дать в особо исключительных случаях, не только тогда, когда есть Азербайджан, предварительное разрешение директора компания на радиоэземе или его заместителя. И уже после публикации этих журналисты, известные медиаэксперты, уже говорили о том, что заставило как бы уважаемого журналиста Алина Картаконова выпустить, дипломатически было сказано, сырой материал в эфир. И какие есть последствия? Глава НВК, например, вот так оценивает подобный репортаж, тоже цитирую, такие заявления отслеживаются не только внутри страны, но и за пределами страны, что может негативно отразиться на банковской системе, на клиентах, для которых перевод денег является частью функционирования их бизнеса. Здесь можно только добавить, что это же закон рынка. За полученный товар надо платить. Мы завезли в Кыргызстан товар, даже вот по тому же декларации так смотрим, ну среди заводства пострел, на сумму тренинга было в США. Эти же деньги здесь не отсекают, надо же поставщикам расплачивать. Эти деньги надо выводить, не выводить, а переводить. То есть термины надо все-таки быть корректными. Но вернемся к политической ситуации. Как сказали в классе, все люди, братья, пока дела идут хорошо. Если дела идут плохо, то опять-таки есть старая поголовка. Человек-человек-бог. Поэтому политическое противостояние вокруг Кыргызстана Матрайона, где бы он уничтожился, чем бы он уничтожился, оно будет развиваться. Я здесь вспомнил американцев опять-таки. У них есть такая хорошая цитата. «Если у вас инструментов только мало, то все проблемы укладываются вам гвоздями». Так устроилось сознание. И вот в Кыргызстане таким гвоздём назначен Реумик Матраин. И его деятельности уже дана заранее негативная оценка. И опять-таки с политтехнологией нам всем прекрасно известно, что общественному мнению нужна мишень, а не права человека и так далее. Поэтому, когда мы говорим, что коррупция под прицелом политики, то, соответственно, коррупция здесь становится разменной монетой. И, соответственно, любое действие, как бы пытаться рассматривать в рамках законодательства, оно будет вызывать более негодования. Так же, как было, например, в случае с уволением Атроима. Моя личная позиция, я это тоже рассматривал. Глава таможенной службы на тот момент и аппарат правительства Кыргызской республики, они нарушили все нормы, которые прописаны и в Гражданском кодексе, и в кодексе о деятельности таможенной и так далее. То есть не была создана комиссия дисциплинарная, нет ее предписания, нет представления. Глава таможенной службы на тот момент, кто был, вот даже представление об увольнении Атроимова не передал премьер-министру, да? Эти документы не прошли, ни согласования его, ни в общем отделе, ну, вообще нет документов. Соответственно, да, получаете, есть только документы о том, что надо его уволить, и поэтому да, суды выявлены. Вот причем здесь тогда о коррупционности или сговорах? Если мы говорим о сговоре, тогда давайте смотреть сговоры между теми или ими, кто уволял. Поэтому здесь мы видим, что даже вот мы с вами, гражданами, становимся просто разменной монетой опять-таки в очередной политические игры. И это вот самая идеальная ситуация для опять очередного политического шторма. Для политиков это самая хорошая ситуация. Вот для нас, для развития общества, для страны это все-таки дорога в очередной тупик, да? Вот. И мне кажется, это выступление вот можно закончить словами. Есть такие американецы, долго работали, вот недавно книгу написали супруги Елена Валилова и Андрей Бронников. Мы любим выносить ссоры из изгю, бичуя и излишне критиковать свою страну. А надо бы, как американцы, быть рациональными, критиковать себя между собой, а на внешнем периметре улыбаться и говорить, что у нас все прекрасно. «Пределосамый пичево не должен быть, иначе ныне с нашего отечества разрушается нашими желуками. А у какой страны нет порога?» Вот нам эти полки, ноги предлагают дать справиться с нашей отечественной. Спасибо большое за такое, как бы, вступление и повод для разрушения. Мне, кстати, сегодня Марк Цукенберг в Facebook.